Я был в Голландии. Голландия очень красивая страна. Но вы можете спросить у моей жены, она не соберет после трех дней, уже плакал, хотел вернуться. Потому что все хорошо, но дома лучше. Я хочу помолиться, мы продолжим разбирать книгу Откровения Йоанна. Небесный Отец, Открой наши сердца. Дай нам понять Твоё Слово, и укрепи нас через Твоё Слово. Аминь. Кстати, пару слов о Голландии. Перед своей поездкой кое с кем вообще не разговаривал. И он сказал, в Голландию ты едешь, что там делать, отдыхать? Я сказал, какой отдых, у меня каждый день там собрание, полно собраний. Он говорит, что в Голландии верующие есть? Он думал, наверное, что вся Голландия это парад гомосексуалистов в Амстердаме. На самом деле, Амстердам правда очень странное место. И хотя много раз был в Голландии, но первый раз пошёл в сам Амстердам для того, чтобы посмотреть город. Он был охранником в Дворце Царя. Там есть король. Там есть король. Я в самом Амстердаме, на самом деле, голландский язык, датский язык практически не слышал. Потом я вернулся, у меня была встреча с моим другом, который мне организовал поездку в Голландию. И я сказал, такое количество туристов, как в Амстердаме, я в жизни не видел нигде. Он говорит, да ну, у вас в Иерусалиме намного больше туристов. Я проверил, мне было интересно, проверил в Интернете этот вопрос. Ахносот шел Исраэль митаярут башана доход Израиля годовой от туризма. Практически не доходит до полутора миллиарда долларов. А в Голландии 22 миллиарда долларов. Это просто невероятное количество, безумное количество. Разного цвета, с разными своими глупостями по улицам ходят, как будто цирк ходячий. Иногда ты хочешь пойти посетить цирк. А в Голландии не надо в цирк, достаточно в парк, в скверк зайти в какой-то. Взять себе кофе, просто по улице проходящей смотреть, и будет вам цирк полный. Видишь людей с разными мнениями, полный дурдом. Эти нам гитарей играют, эти просто ходят. Но не в самом Амстердаме, а в другом месте есть общины. И общины эти числом где-то тысячу-полтора тысячи людей. По воскресеньям они полные, там нет места. И утром, и вечером. Люди, которые на самом деле достаточно знают Танах. Я был впечатлен, я говорил некоторые места Писания, они тут же мне говорили откуда. Не пастор, не лидер общины, а народ, который сидел на собрании. И люди очень открыты для того, чтобы учиться. И они в основном являются кальвинистами. Я не буду говорить про теорию кальвинизма, просто знайте, что есть такое направление. Если вы можете сравнить, то в иудаизме кальвинистов можно сравнить с учениками Рамба. Нет чудес, нет сверхъестественного, весь мир поделен на белое или на черное. Но они очень ограничены. Они очень образованы. Они образованы, они хотят продолжать учиться и интересуются многими вещами. Много лет назад, когда Кальвин писал свои книги, он не обращался к Израилю, потому что Израиля как такового не существовало. Они сейчас выросли в своей теологии, и они знают, что есть такое государство Израиля, и есть рядом стоящая палестинская пропаганда. И есть доктрина Кальвина. И я верю, что это важная задача для нас, ездить туда и объяснять им истину на основе Святых Писаний. И я хочу сказать вам, у них сердца очень открыты. Пастор сказал мне, что посреди недели люди практически не приходят на собрания, все заняты, все работают, так же, как и у нас. Но на наши семинары пришли как минимум 100-150 человек. И это было каждый раз в другом месте. За восемь дней у меня было где-то 11 собраний. Я хочу сказать, что это люди, которым хорошо давать семена нашей веры. Что еще было интересного? Если вспомню, я потом вам скажу. Теперь у нас более интересная тема — это откровение. Где-то две недели вместе с Димой мы закончили три главы. И выучили то, что сказано о семи общинах. Я хочу для нашей короткой памяти напомнить. Лично я к этим семи церквам не отношусь как к семи эпохам времени. Я думаю, что это было именно в то время, и Йоханан, который был епископом или ответственным за эти общины, писал то, что нужно было для этих общин. Это было пробуждение, люди приходили к вере. Но после пробуждения, когда люди уже, когда общины стали существовать, они начали чувствовать себя атакованными гражданской жизнью. И вдруг некоторые захотели вернуться к своей прошлой жизни. И разные послабления вошли в общину. И Ешуа в видении приходит к Иоанну и говорит вам, тебе нужно проверить, для того, чтобы они проверили и исправили свой путь. И все эти недели мы учили принципы. Эти принципы важны для нас и сегодня. Как жить в нормативной, правильной среде перед нашим Богом. Но потом Ешуа начинает показывать Йохананаму и странные вещи. И мы согласились между собой, что мы к этой книге относимся как к откровению, а не как к чему-то точному, точную теорию, которую можно измерить сантиметром. Я вижу, что некоторые сидят здесь, и у них глаза закрываются. Это от того, что очень интересно, или вы засыпаете? Если вы засыпаете, то можно встать, сделать себе кофе и продолжить нормально сидеть. Поэтому давайте начнем читать. Откровение 4 глава. Пожалуйста, откроем Откровение 4 главу. Я буду читать на русском, потом буду объяснять на иврите. Пожалуйста, за мной откроем. После сего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Что должно быть после сего? Это очень проблемное слово. После сего это через тысячу лет? Или после сего это послезавтра? И есть вопрос, и как нам нужно относиться к этому. Многие из нас, которые читали толкование Откровений, мы выучили то, что здесь говорится о нескольких тысяч лет вперед. Но это не обязательно. И иногда люди, которые эти вещи пытаются объяснить в будущем тысячу лет вперед, например, не ошибаются. Например, здесь у нас в Хайфе были немцы, которые где-то 200 лет назад приехали сюда, и они ждали вот-вот на днях прихода Машиеха. Вам всем нравится это место в Хайфе, красивая германская колония. А почему появилась германская колония? Потому что Машиех почему-то запоздал, вовремя не пришел, и они его продолжали ждать, и построили себе германскую колонию. Но когда мы читаем эти слова, мы видим здесь, что я услышал трубный звук. Лучше сказать, звук шофара. Когда мы знаем, что в Святых Писаниях звучит шофар, это значит, будьте готовы к чему-то важному. Шофар говорит о чем-то, что будет в будущем, должно произойти. И говорит, будьте готовы к чему-то. Это часть нашей жизни. Мы постоянно слышим слова, и даже с этой кафедры, когда вам говорят, ребята, не спите, будьте готовы. И в послании Ефесянам Шауль пишет, не спи, замерзнешь. Проснись. Такое есть выражение. Второе, второй, третий стих. И тотчас я был в духе, и был престол. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий был видом, подобен камню Яспису, и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобно Смарагду. Что это за странные вещи? Что это за такие странные, полудрагоценные камни? Очень странные вещи. Кто же там сидит на престоле славы? Сам Бог. Но невозможно увидеть Бога. Есть закон, который умеет все хокки, а в другом человеке не может быть хокки, есть закон, который превыше всех законов. Человек не может увидеть Бога. Но знаете что? Это да, Бог. Это не то, чтобы он смотрел на него прямо. Это как цура в той хмара, в той хмара, в той хмара. Это битуй на Танах. Это выражение, это библейский язык, это как будто какая-то форма, которую ты видишь в отражении зеркала, которое является отражением другого зеркала, и так несколько зеркал. А тем паамамад, сам тем шней моротках, а вы сам тем лишам аав, и потом раитем шам. Машу арух. Может быть, вы видели такое зеркало, которое сначала перед вами, и потом по сторонам, и туда вы свой нос пытались увидеть, и потом вы видите нос в нескольких отражениях. И вот это вот похоже на это. Тоже похоже на то, что написано про Мушен. Господь говорит, приди в это место, и я покажу тебе мою славу. И она как будто в зеркале, потому что человек не может по своей сущности увидеть Бога и остаться в живых. Но без сомнения, это есть судья. Он сидит на высоком месте, и каждое слово от Иоанна подчеркивает то, что он смотрит на нас. В, четвертый стих, и вокруг престола, Пасук Арба, и вокруг престола двадцать четыре старца. А на престолах я видел сидевших двадцать четыре старца, которые обличены были в белой одежде, имели на головах свои золотые венцы. Мем. Кто они такие? Мем. Кто это? Двадцать четыре старца. Мем. Двенадцать четыре старца, тут вышла идея, что это двенадцать патриархов и двенадцать апостолов. Есть еще идеи какие-то? Малахим. А что это ангелы? Еще какие-то идеи есть? Он здесь говорится о чем-то абстрактном, что мы... Мы можем делать спекуляции много очень. Возможно, двадцать четыре это ваше мнение правильное. В книге Даниила написано, что мудрецы в следующем мире будут как звезды. Возможно, это двадцать четыре из самых мудрейших. Понятия не имеем. Но если вы зайдете в поиск гугл в компьютере и запишите иерархию ангелов, вы увидите, что в иудаизме есть десять видов тех, кто живет на небесах. И один из них написан на подобные людям. И все это подтверждается местами Святых Писаний. Я верю, что здесь говорится про образ. Что это какие-то образы, которые поклоняются перед Богом. Которые намного величественнее, чем люди. Которые намного сильнее, чем люди. И нам не нужно понимать все до конца. Потому что есть закон откровения. Откровение толкуем как откровение. Это не теория. Один, два, три. Я продолжаю. Пять, шесть, седьмой стих. От престола исходили молнии, глаз и громы. Семь светильников огненных горели пред престолом, которые семь, суть семь духов Божьих. Пред престолом море стеклянное, подобное к кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей и спереди, и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу. И третье животное имело лицо, как человек. И четвертое животное было подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыльев вокруг, а внутри они исполнены очей, и днем, и ночью не имеют покоя, взывая Кадош, 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 Адонай, Илухим, Цевалот, который был и есть и грядет. Во-первых, эту картину мы видим в Исаии первой главе. Мы видим подобное пророку Езекиэля и у Даниила. Они видели какие-то формы и не могли объяснить кто это на самом деле. Но они знали, что это херувимы и ангелы и серафимы и какие-то животные небесные. Для дополнительной информации я хочу дать описание этих десяти, которые живут на небесах. На русский язык не всегда можно перевести как оригинально написано. Например, написано про... что это колеса. Но это что такое офаним? Там написано... написано про что-то, что переведено как колеса. но это что-то, что Бог, это создание, которое Бог создал и оно может быть имеет форму колеса и про него поэтому так переведено. в еврейской мистики объясняется, что это какие-то небесные создания. Слышали слово электричество? Электричество это слово, которое взято из пророка язык Езекиэля, и это тоже говорится про какие-то создания. И есть серафимы, и есть ангелы, и есть божества. Есть слово, которое означает наш Бог, и есть какие-то создания, для которых называют божества. и есть сыны Бога. А, и есть сыновья этих божеств. Есть херувимы, и есть подобные нам, подобные людям, но это не люди. Возможно, эти подобные нам, которые не люди, это 24, которые там сидят. Мы читаем в Танахе, подошел ко мне подобный человек, и я упал на свое лицо. Почему я хочу углубиться в это объяснение? Потому что иногда мы читаем в Танахе, и мы выбираем самый простой, мы отдаем ему самое простое объяснение. Иногда лучше сказать, я не совсем понимаю, потому что это книга, которая не всегда дает точное объяснение, и лучше нам углубиться. И то, что мы получаем со всех этих картинок, это страх Бога. Мы просто чувствуем себя самих, Он Великий, и все создания перед Ним, и миры разные, но все связано каким-то образом, скреплено с нашей землей. И Бог хочет, чтобы у нас произошло исправление. Для этого нам дал Бог Тору, и потом прислал Машиеха, для того, чтобы исправить нас. И нам нужно понять во всей этой истории, что нам передана ответственность, и мы не можем просто растратить. Амар Ицхак, и то, что сказал Ицхак, быть святым не только в общении, но быть святым в каждый момент своей жизни. Это призвание от святых писаний. Мы продолжаем. Девятый, десятый стихи. И тогда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Тогда двадцать четыре старца падают сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Во-первых, есть здесь выражение работа. Что такое работа? Мы метргимим в мудерном работа что ты приехал и ты работаешь 8 часов. Как мы понимаем на современном языке слово работа? Мы встали утром, пошли на место работы и работаем 8 часов. Но слово работа в Святых Писаниях означает работа для Бога служить Ему и поклоняться. Работа на заводе лучше сказать труд. Но здесь работа это когда мы все сосредоточены на нем. и говорим тебе вся слава и честь. Потому что власть Бога над всеми нами. И это слово которое я не раз говорил в своей поездке в Голландию. Сейчас перед нами есть много прекрасных светящихся примеров. У нас есть сильные лидеры. экономисты и люди которые хотят тмог в кулак. У нас есть такие министры экономисты которые хотят процветания для всей нашей страны. Спорт и музыка которые стали просто аллелим для рабим. У нас есть спортсмены и музыканты которые для многих стали божествами кумирами. Есть место где мы научиться друг от друга. и есть места в нашей жизни когда нужно подойти к более знающему более опытному человеку и сказать помоги мне как мне правильно поступить в этой ситуации. Но не забывать что над всеми самыми мудрыми сидит Бог который ожидает внимания. И написано в римлянам первой главе. если тебе не ясно что он стоит перед тобой и ты забываешь о нем есть большая опасность. Там написано что те которые видели Господа но не восстали ему честь и славу не совершили работу для него они поклонились ему они сошли с ума и посмотрите на примеры столько много очень популярных людей которые могли стать для многими учителями и лидерами стали люди с какими-то странными связями если мы посмотрим немножко вглубь их жизни они боятся мы будем бояться этого совершить работу для Бога это призвание на откровение мы продолжаем пятая глава я не знаю книга ли жизни является книгой формой возможно это свиток а возможно это компьютерная программа я не знаю что это книга жизни но мы должны знать что каждое дело слово и мысль человека записывается и это приносит страх потому что не всегда наши дела и наши мысли правильные и если мы будем помнить великого судью перед которым каждый будет стоять тогда очень важно обеспечить себе адвоката заранее и здесь мы приходим к Иешуа и здесь мы говорим слава Богу спасибо Богу что этот судья послал своего сына и что его сын не только стал для нас искупительной жертвой но стал защитником и адвокатом и мы видим что есть какая-то книга возможно книга должностей и даже великие ангелы не достойны открыть эту книгу но написано кто может сделать это я хочу прочитать стихи 3, 4, 5 и 6 и никто не мог на небе ни на земле ни под землей раскрыть сию книгу не посмотреть в нее и я много плакал о том что ничего не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее и один из старцев сказал мне не плачь вот лево от колена Иудина корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее и я взглянул и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы закланный имеющий 7 врагов 7 очей которые суть 7 духов божьих посланных на землю во первых он говорит я увидел я сожалел и я плакал вы понимаете что это сон это видение возможно вам снились подобные сны возможно у тебя во сне было такое что тебе нужно пройти пробежать какое-то расстояние и ты стоишь как будто на одном месте и тебе трудно и ты плачешь или что-то происходит во сне и тебе нужно исправить ситуацию и ты не можешь ты как будто замороженный и плачешь от своей бессильности здесь мы видим подобную вещь но здесь есть также что-то прекрасное в этих стихах сегодняшний мир и в Израиле тоже в разных мнениях и культурах пытаются найти кого-то большого и ждут Машиеха в Израиле ждут Машиеха и мусульмане ждут Машиеха знаете как зовут мусульманского Машиеха Махди и во всякой религии есть образ какого-то искупителя который приходит от Бога но то что интересно здесь говорят об искупителе Машиехи который в тот же момент является и львом и агнцем и агнец вы знаете что в современном иудаизме есть мысль от двух Машиеха Машиех сын Иосифа который страдает и Машиех сын Давида который является искупителем про Машиеха Бен Давида написано много раз что он лев он лев из колена Иудина и вот здесь есть агнец мы продолжаем 7,8,9,10 И он он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле и когда он взял книгу туда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем имея каждый гусли золотые чаши полные эфемиана которые суть молитвы святых и поют новую песню говоря достоин ты Господь достоин ты взять книгу и снять с нее печати ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена языка и народа и племени и садил нас царями и священниками Богу нашему и мы будем царствовать на земле здесь мы видим опять поклонение мы видим здесь поклонение не сидящему на престоле но агнцу точнее и сидящему на престол и ангел и здесь у нас есть в иудаизме такое выражение что посылаемый достоин пославшего его и в новом завете мы видим много раз Бог говорит он говорит об Иешуа перед тобой поклонятся все племена все народы это картина связана с псалмом восьмом восьмом псалме написано кто есть человек что ты думаешь о нем написано написано немного унизил перед ангелами на русском но на иврите в оригинале написано немного унизил ты его перед Богом и это очень высокая позиция которую Бог с самого начала приготовил перед людьми но из-за греха из-за греха Адама и Евы из-за греха Адама и Евы из-за дисбаланса который вошел в наш мир мы находимся там где мы находимся но мы видим что когда пришел кто-то кто заплатил за нас цену он возносится на это на высокое место я продолжаю читать 11, 12, 13 и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев и число их было тьмы теми тысяч и тысяч которые говорили громким голосом достойно Агнец закланный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение и всякое создание находящееся на небе и на земле и под землей и на море и все что в них слышал я говорил сидящему на престоле и Агнецу благословение и честь и слава и держава во веки веков сказать вам по правде эта картина еще не исполнилась если есть прославление Бога на небесах если признают дела Ишуа на небесах на земле есть многие которые пренебрегают им и мы видим что в один день это тоже исполнится 14 это как будто завершение опять я могу сказать что это абстрактные картины которые невозможно понять для нашей души нам очень стоит иногда остановиться подумать и представить себе потому что то что большое я отсюда получаю это власть Бога власть Ишуа и нужду вернее обязанность работать перед ним поклоняться ему и важно проводить нашу жизнь в страхе Божьем и это также связано с недельным чтением на самом деле чтобы мы были жертвами для нашего Бога на этом я хочу завершить молитвой давайте давайте вместе помолим помолим чтобы мы помолим